Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня общий расклад на интересную тему. Почему человек провоцирует вас на ссору? В данном случае, кого вы можете загадывать? Во-первых, это гадание не делится по гендерному признаку. Здесь могут как мужчины, так и женщины участвовать. И вопрос в следующем. Вы можете загадывать, как сослуживца, как друга, который периодически, может быть, выводит вас на какие-то острые разговоры. И вот здесь очень интересно понять, какую цель на самом деле преследует человек. То есть провоцируя на ссору, он хочет действительно прояснить какие-то моменты несогласия в ваших взаимоотношениях. Или все-таки человеку действительно хочется добиться, манипулировать вами с помощью вот такого подхода к делу. И сегодня мы с вами, ну давайте сделаем 8 вариантов. То есть достаточно большое количество. Вы можете загадывать несколько людей. То есть, например, на одну карту вы можете загадать подругу, на другую карту молодого человека или как-то наоборот поступить. Как загадывать и как нумеруются варианты? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой вариант. Здесь мы можем говорить о том, что вы можете либо загадывать по номерам, либо загадывать, соответственно, рубашку, которая вас вот просто карты тянут. Независимо от того, какой это вариант. Вот кажется вам, что эта рубашка притягивает, и вы ее загадываете, какой бы по порядку эту карту не открыли. И не важно, какой она имеет номер. Есть еще один интересный интуитивный подход в открытии вариантов, когда вы доверяете потоку, который ловлю я. То есть, та карта, которую я открою первой, или та карта, которую я открою третьей, например. Потому что я их буду, не знаю еще в каком порядке, в принципе, открывать. То есть, для меня, для самой каждый раз это определенный сюрприз. Также я хочу напомнить, что вы можете оставлять свои заявки по поводу общих раскладов, но не под этим видео. А десятый раз уже повторяю, или пятнадцатый, под специальным видео, для него создан на канале плейлист. Вы просто заходите на канал, смотрите идеи для общих раскладов. Так и называется это видео. И, соответственно, там в комментариях вы можете писать. Но, опять же, потрудитесь, зайдите в общие гадания, то есть, гадания на Таро плейлисты. Посмотрите, какие темы были вчера, позавчера. То есть, недавно, которые вышли темы, для того, чтобы ту тему, которая была два дня назад, не освежать. А если вот год назад была какая-то тема, и вам она понравилась, и вам бы хотелось ее освежить, тогда, да, вы ее можете повторить или придумать что-то абсолютно новое, вот то гадание, которого еще на канале не было. Но при учете, что почти три сотни общих гаданий у нас есть на канале, уже практически все темы, наверное, исчерпаны. Какие-то мы повторяем. Какие-то есть рубриками, такие как совет карт. И если ваша тема не подходит не под одну, а погадать хочется, тогда совет карт. Смело идите вот в эти расклады, и там вы получите ответ на интересующий вас вопрос. Итак, у нас сегодня затянулось маленькое вступление, скажем так. И мы начинаем. Почему человек провоцирует вас на ссору? С какой целью? Для тех, кто загадал седьмой вариант, он сегодня первый по порядку открытия. И вот здесь мы видим карту, которая говорит о том, что человек прежде всего преследует либо финансовые интересы, либо интересы, которые нельзя назвать альтруистическими. Человек может провоцировать вас на ссору для того, чтобы получить от вас деньги или возможность заработка, то есть какую-то свою финансовую выгоду. Либо для того, чтобы вызвать вас в чувство вины, и вы отдарились бы чем-то, что могли бы дать этому человеку. Говорить о том, что здесь действительно есть какой-то подход очень грамотный и адекватный для решения какой-то проблемы или для решения каких-то несогласий между вами, мы не можем говорить, потому что здесь человек именно старается, хочет достичь личных своих интересов, соответственно, вызывает вас на ссору для того, чтобы доставить удовольствие себе или в итоге получить какую-то прибыль, возможно, в материальном эквиваленте. Поэтому здесь вот, поскольку нет определенной рациональности в этой ссоре, вы должны понимать действительно, чего от вас хотят. И при этом у человека практически вот при каждом вызове на ссору у вас сопутствует ему очень такой, знаете, холодный расчет. То есть это не какие-то спонтанные провокации, это неплохо рассчитанные провокации, которые должны вас подвести к определенному решению. Вот и подумайте, в результате того, если вы поведетесь на эту провокацию, что получит тот человек, и это будет вам ответом. Иными словами, никакого рационального зерна вот в том, что есть для вас, да, вот в этих сорок, нет. А человек преследует конкретно свою выгоду. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, он второй по порядку открытия. Вот здесь вот есть карта, которая говорит о том, что либо человек в принципе чувствует себя плохо и в провокациях на ссору выражает просто свое, знаете, вот когда чувствуешь себя не очень хорошо и бывает раздражительное состояние. Может быть, человек, если он плохо физически чувствует себя, выплескивает свое внутреннее раздражение в данном случае, поэтому провоцирует вас на ссору. Но это, скажем так, один из не самых серьезных вариантов толкования, а самый серьезный заключается в следующем. Человек подталкивает вас к какому-то очень важному решению, крайне важному, очень ответственному решению, которое, может быть, вы не очень хотите принимать. А человек требует от вас, вот реши и все, вот нужно, чтобы ты решил и подводит вас, как будто бы вот этими ссорами к конкретному, очень действительно серьезному решению, в результате которого вы должны будете взять на себя, определенную ответственность. Если вы загадали женщину, то, возможно, женщина пытается подтолкнуть вас к мысли о браке, к мысли о совместном проживании. Вот такие вот могут быть моменты. Но при этом она хочет, чтобы инициатива исходила от вас. То есть, называется, человек хочет получить то, что хочет он, но при этом не хочет быть ни за что ответственным. Хочет, чтобы решили вы и проявили инициативу, в данном случае тоже вы. В общем, основные варианты, либо это накопившееся раздражение, которое, ну вот, не просто само по себе бывает, а от плохого самочувствия. То есть, у человека зуб разболелся, он вам все нервы вытрепал. Такое тоже бывает. Зуб прошел, и вроде бы отношения наладились. Ну и, действительно, со стороны человека решение, подталкивание, вернее, вас к определенному решению, очень серьезному, к тому, чтобы вы взяли на себя какую-то определенную ответственность. То есть, человек может уходить, говорит, там, оставь меня одного, я посижу, вот не трогай меня. Но при этом он хочет, чтобы пока он там сидит один, вы приняли какое-то важное решение. Для тех, кто выбрал восьмую карту, это у нас третья по порядку открытия будет карта. Здесь мы видим, что человек хочет, чтобы вы пошли на компромисс. То есть, он добивается компромисса, причем, который потребует с вашей стороны согласия с чем, с чем не очень хотелось бы соглашаться. И, возможно, даже определенное пожертвование не только своим временем, энергией, чувством собственного достоинства, но еще и чем-то, что есть у вас. Может быть, в финансовом эквиваленте, а может быть, хочет, чтобы вы отдали ему свою почку абсолютно добровольной с песней. Но в любом случае, в этой ситуации, человек добивается от вас уступки. То есть, он или она будет провоцировать вас на вот эти скандалы, на ссоры, на какие-то раздражительные разговоры для того, чтобы получить свое, для того, чтобы вы пошли на компромисс. И этот компромисс будет подразумевать уступку именно с вашей стороны, а не со стороны человека. Поэтому думайте сами, решайте сами, надо ли это вам в том случае, который мы рассмотрели. Для тех, кто выбрал третью карту, она четвертая по порядку открытия. И здесь ложится карта, которая говорит о том, что по сути, человек вот такими ссорами, вот такими резкими выпадами в ваш адрес, хочет, как это ни странно, и не парадоксально, чтобы между вами наступило определенное спокойствие. Но это не парадоксально, если человек хочет на некоторое время прервать с вами отношения, знаете, вот как будто бы избавиться от вас в своем окружении, и для того, чтобы вы не нагнетали ситуацию. То есть вроде бы от вас отгородился, но мы же поссорились, поэтому может быть какой-то перерыв в общении, и за это время отдохнуть так, как ему хочется. Вот такие бывают варианты, когда человек хочет что-то сделать, когда он понимает, что вам это не понравится. То есть заранее человек уже вполне понимает, что вы не будете в восторге от его решения. И тогда хороший, кстати, вариант поссориться и избежать действительно каких-то вещей, которых от него ждали. Например, вот так иногда люди ссорятся, но мне очень, например, неприятно и даже противно видеть, когда люди перед какими-то праздниками, там девушка, например, с мужчиной перед 23 февраля, или перед его днем рождения, или перед ее днем рождения, когда партнер ссорится для того, чтобы не дарить подарка, и вот на это время просто на критический какой-то момент прекратить общение. В вашем случае это может быть как раз та ситуация. Или если, например, вам предстоит помолвка, если речь идет не о друге, не о тех ситуациях, которые уже озвучены, а если между вами была договоренность о помолвке или о, скажем так, свадьбе в будущем, то человек хочет сейчас съехать вот с этих обещаний, подумать, дать себе время. Но тут здесь в среднем бывает от 4 дней до 4 недель по данной карте, но может растянуться и до 4 месяцев, поскольку это не личный расклад, я не могу очень точно формулировать сейчас периоды, но не более чем 4 месяца. Может быть вот такой вот перерыв в общении. Иногда это краткосрочный перерыв, просто на момент вот того дела, которое вам не понравится, которое будет совершать человек. Есть, конечно, ну вот этот вот последний вариант, который оговаривался, то есть нарушение именно договоренностей, которые по поводу помолвки или свадьбы, например, достигнуты. То есть человек может быть боится, скрывает свои внутренние страхи и хочет взять тайм-аут, действительно на определенное время для того, чтобы потом спокойнее решить этот вопрос. Для тех, кто выбрал третий, первый, простите, вариант, он у нас пятый по порядку открытия. У нас, вот помните, Атоса, я дерусь, потому что я дерусь. Вот здесь вот в данном случае, то есть для человека это спонтанные какие-то вот такие решения, взрывы, поворот на 180 градусов резкий, когда, вот, как говорится, стукнуло что-то в голову. Вот в данном случае это те варианты, когда что-то стукнуло в голову. Самый редкий здесь будет вариант, это тот вариант, который говорит о том, что человек может находиться в психологически расстроенном состоянии после смерти или потери близкого человека или питомца даже. И вот в этот момент он может вести себя неадекватно. Такие моменты можно перетерпеть, можно понаблюдать. Но, если здесь наиболее часто встречающийся такой момент, то есть, именно внешнее какое-то проявление человека, желание резко изменить с вами отношения, резко изменить жизнь, если это семейная пара, например, то тут мы можем говорить о том, что человек действительно хочет перемен, больших перемен, и вот этими скандалами он пытается сподвигнуть вас на эти перемены. То есть, он может вот так вот проявляться, называется, давайте сейчас поругаемся и набьем друг другу лицо ради того, чтобы наступило светлое будущее. То есть, человеку, в принципе, не кажется его поведением чем-то чересчур, ему просто кажется, что он вот таким вот образом, вот таким методом говорит вам о том, чего он хочет. То есть, это его попытка изменить мир. Он в этих ссорах ищет точку опоры, благодаря которой он сделает всех счастливыми и достигнет каких-то, скажем так, невероятных положительных результатов. Но все это идет через одно место, как всегда. То есть, благими намерениями с одной стороны выложена дорога в ад, а с другой стороны, если вы реально готовы на резкие перемены, то есть, собраться, бросить мужа, уехать жить к любовнику, например, то есть, с ног на голову поставить всю свою жизнь, то это ваш вариант и вы тогда можете соглашаться с человеком и делать то, чего он от вас требует, то, чего он хочет от вас в этой ситуации. Для тех, кто выбрал пятую карту, она шестая по порядку открытия у нас, здесь ложится карта, которая может говорить о том, что вот эти ссоры, которые есть между вами, это скорее проявление инфантильности человека, то есть, он по сути не знает, как по-взрослому решить вопрос, поэтому подходит вот таким детским методом. На совпаду на пол, побьюсь в истерике, побью ножками по новому ламинату. Может быть, чего-нибудь и получится из этого. Поэтому здесь искать какое-то рациональное зерно в данных ссорах, я думаю, не стоит. И здесь карта говорит скорее именно о проявлении инфантилизма или вот такого именно инфантильного эгоизма в человеке, когда ему хочется, ну вот просто он хочет добиться того, что ему хочется, и он будет это делать любыми методами. Он может плакать или она, может жаловаться, может устраивать истерики. То есть, вот такие вот детские несерьезные проявления, это вместо того, чтобы сесть и поговорить. Это такая форма разговора и донесение информации до вашего светлого разума. Для тех, кто выбрал второй вариант, он у нас седьмой по порядку открытия. Вот здесь вот карта говорит о том, что по этому аркану, ну конечно не в 100% случаев, но есть такой процент, который говорит о том, что могут быть ссоры по пьяной лавочке. То есть, зачастую человек ругается тогда, когда он находится в измененном состоянии сознания, будь то употребление алкоголя или какая-то стрессовая ситуация, когда человек сам не свой, скажем так. И в данном случае действительно может быть, что человек проявляется так, под воздействием чего-то извне. Но этим воздействием может быть не только алкоголь. То есть, вы можете сказать, ну вот например, тот человек, который со мной ругается постоянно, он не пьет. То есть, вот например, брат не пьет, но ругается со мной постоянно, вот что он хочет. Здесь есть еще одно объяснение. Вот эти ссоры обусловлены третьими лицами. То есть, есть третье лицо, которое подзуживает человека. Кто это в вашем случае? Поскольку общий расклад, настолько подробно, мы не можем, как в индивидуальном раскладе, все это смотреть. Но мы видим в этой ситуации, что может быть воздействие третьего лица, и человек сам по сути ругаться с вами особо-то и не хочет. Но его настолько накручивают, что это является последствием того, что сказал кто-то. И вот это выливается на вас в виде ссоры. Определенную цель, скажем так, человек здесь не преследует. Это просто проявление определенного, вот знаете, напора, определенного, вот та ситуация, когда ему просто нужно почувствовать себя победителем, когда ему нужно понимать, что вот он вас уделал, он вас уел, наконец-таки. И в этом случае, ну он может даже не понимать, что он слушается тех, кто шепчет ему что-то на ухо и делать не по своей воле, вернее по своей воле, но под чужим влиянием частичным. Поэтому здесь, ну, пожалуй, самая нерациональная карта из всех для того, чтобы ссориться. Для тех, кто выбрал у нас кэп очевидность, шестой вариант, он восьмой по порядку открытия. А вот здесь ложится карта интересная. Человек, вот эти вот ссоры, вот эти вот конфликты, которые он провоцирует или она провоцирует, являются предвестниками того, что человек собрался уходить из отношений или их прервать на какое-то время. А возможно, человек хочет куда-то уехать и на это время благополучно ругается с вами. Также эта карта может свидетельствовать о том, что в данном случае переживания человека настолько велики, внутренние, какая-то вот его внутренняя травма, его внутренний стресс, что человеку хочется очень быстро решить все, все проблемы. И он считает, что если он поругается с вами, то это выведет ваши отношения на новый уровень, позволит ему защитить свои интересы или окончательно расстаться с вами. То есть для него сейчас как будто бы два пути или для нее два пути. Это либо быстрое изменение и рост ваших отношений, их очень быстрое развитие, переход на другой уровень духовный. Либо, что более приземленное и более вероятное, это просто желание уйти от отношений с вами, уйти от тех переживаний, которые человека мучают. То есть в данном случае основной целью через вот эти вот все препоны, внутренние переживания, через стрессовые ситуации, то есть это все является только причиной, а следствием и целью является уход из отношений или уход от частого контакта с вами для того, чтобы, скажем так, знаете, отойти от проблемы и посмотреть на нее со стороны. То есть человек, да, может провоцировать вас на то, чтобы вы, например, собрали свои вещи и уехали, если вы живете вместе. Или, если вы сидите в одном кабинете на работе, то человек провоцирует вас на то, чтобы вы прямо здесь, сейчас взяли свой ноутбук, взяли там свою коробочку с бумажками и пересели в другое место, не трогали его физически. То есть физически между вами должно получиться какое-то расстояние, которое нужно человеку и на которое он вас, скажем так, провоцирует отойти. Для тех, кто хочет заказать личный расклад для себя на эту или какую-либо другую тему, рассматриваю темы здоровья, диагностики, воздействия магического, наличия порчи, наличия магического негатива, личные отношения, большие расклады на судьбу. То есть все примеры раскладов вы можете видеть на канале и соответственно обращаться ко мне. Все мои контакты в текстовом описании данного видео. А я всем желаю удачи, желаю, чтобы все ссоры, которые все равно иногда возникают в нашей жизни, были рациональными и чтобы они имели какой-то выход, который поможет продвинуться на следующую ступеньку развития или на следующую ступеньку отношений, на следующую ступенечку контакта с тем человеком, с которым происходит ссора. Ну или если эти люди нерациональны и несут только разрушения, то чтобы такие люди уходили из нашей жизни и ее не портили своим присутствием. Всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok